Всем привет, друзья! С вами Бурбон, и вот она, зима! Зима в Самп. Изначально я хотел сделать эту сборочку 1 декабря, но поскольку некоторые люди говорили «Давай, где зимняя сборка?» и прочее, я решил заменить её чуть раньше. Ну что ж, в принципе, вы можете сами всё видеть. Давайте даже вот-вот-вот-вот так вот просто всё изумительно. Всё, вот больше, это... Ну, слов не хватает, то есть, по-моему, это красиво. Давайте обо всём по подрядку. В данной версии зимней сборки я не стал кидать кучу различных модов, потому что у многих, когда много модов, то что-то может не работать, и поэтому игра крашится. Поэтому я вставил, как мне кажется, тонко всё необходимое. Ну что ж, давайте пойдём по списочку. Я тут сфоткал все фамики, которые я заливал, и давайте сейчас сделаю прям такой быстренький обзор. Ну, сначала сразу же бросается в глаза это зимние текстуры. И да, текстуры заменены вместе с деревьями, поэтому деревья теперь тоже у нас не просто, как в некоторых я видел, остаются зелёными, а они тоже у нас вот так вот сбросили вести. Но, правда, по-моему, не все. То есть, некоторые деревья остаются такими же, какими и были раньше. Также это сампу буи. Сампу буи это, в общем, такая ерундовина, скажем так, которая делает всё квадратным. И это действительно классно. Также там будет мышка, которая сейчас на меня отражает, потому что я её не стал менять. Потом, кстати, я тоже заменил там по некоторым причинам. Не срослось у меня. То есть, по бокам у нас всё видим, что аккуратные прямоугонники. Выглядит это действительно красиво. Также это пара за рта, который в машине, правда, не виден. Но, думаю, вы и сами представляете, как он, собственно, выглядит. В игру был помещен Асилуадер, библиотека Клео 4.1 и также Самфанс. Но Самфанс не последней версии, потому что с те, какими модами он мне не хотел работать. Поэтому я установил Самфанс 2.1, если я не ошибаюсь. Но от Мичи в нём никаких нет. То есть, особой разницы вы не увидите. Это вы абсолютно никакой разницы с этим Самфансом не увидите, чем с каким-то новым. Все скрипты, которые тут есть, они также работают. Также вид от первого лица. То есть, действительно, довольно-таки клёвый. Да, конечно, это Самп. То есть, прям всё идеально прорисованное. Тут невозможно. Мы видим эти хорошие руки. Но, ребятки, лучше вы не найдёте. На этот вид я уже делал обзор. По-моему, год назад уже. Ну, да ладно. То есть, он также работает, когда вы, скажем, вышли отсюда. И можете вот так вот просто побегать. По-моему, выглядит неплохо. Также в игре заменены большинство автомобилей и большинство мотоциклов. Я взял автомобили из GTA V. То есть, которые были переделаны под Сан-Андреску. И выглядят они действительно прикольно. То есть, прям вот будет мне нравиться. Также это у нас получается Super GT. Они выглядят более-менее похожи на свои стандартные модельки. Но в то же время вот так вот изменены. Также это худ, который я изначально не мог установить, потому что у меня были с ним проблемы. Но в итоге я покопался, посмотрел, покумекал и всё-таки нашёл решение проблемы. Также русификатор, который делает, в принципе, и в нижней стороне карты. То есть, в нижнем, получается, левом углу название регионов на русском. То есть, мы видим южная автострада имени Юлиуса. И выглядит это действительно неплохо. Чуваки, и вот я уже сделал обзор на сборочку зимнюю. И тут я подумал, когда уже оставил запись. Блин, что-то не так. Так, давайте сделаем вот так вот. Почему сборка зимняя, а миникарта была летняя? И сейчас вы видите довольно-таки неплохую, как мне кажется, миникарту. Я был кикнут за ДБ. Великолепно. Ладно. В принципе, на обзор мне это никак не помешает. Так вот. И мы видим действительно классную зимнюю, то есть, она выполнена в зимних цветах, миникарту. По-моему, действительно, эта миникарта крута. Мне до этого понравилась ещё одна миникарта. Но после её установки там были проблемы с тем, что не все квадратики были на своих местах. Так вот. Сейчас вы вернётесь. К тому моменту, как я обозревал всю сборку. Просто я подумал и решил, да, добавить эту миникарту. Но перезаписывать полную сборку, то есть, всё рассказывать заново, мне уже не хотелось. Для них, в принципе, не было необходимости. Поэтому я решил вставить отдельным роликом такое видео. Поэтому сейчас вы перейдёте в прошлое видео, которое я уже отснял. В сборку добавлена именно эта миникарта, которая выполнена в тёмных зимних цветах. Ну и осталось немного, в принципе, модов. Так как я не хотел сильно нагружать операционную систему, чтобы все моды, в принципе, пошли на слабых компах. Ну, относительно старых. Вы сами видите этот снегопад. Снегопад действительно классный. Ну, думаю, что вы и сами прекрасно знаете, как он работает. У него есть несколько режимов. Но, как мне кажется, лёгкая такая, лёгкий снежок. Он самый лучший. То есть, можете прям вообще по хардкору врубить. Я даже не выговорил с первого раза то слово. Хардкор. Так вот, врубить такой режим. Я не знаю, тут ещё больше есть. Да. Вот такую прям пургу метель, когда ничего не видно. И просто гонять. Но, не знаю, мне больше нравится. То есть, вот так вот выглядит игра без этого снегопада. Да, довольно-таки неплохо. Кстати, насчёт ENB я расскажу чуть позже. Но, вот, по-моему, офигительно. Просто вот превосходно выглядит игра вот так вот. То есть, этот снегопад, он автоматически добавляет небольшой ENB. То есть, обратите внимание, игра выглядит более так затемнённо. То есть, давайте сравним. То есть, вот как она выглядит в данный момент. И сравниваем, то есть, в более таких холодных зимних цветах. И поэтому ENB я решил не ставить. Во-первых, потому что у некоторых какие-то мощные ENB могут не пойти. А слабые ENB, они особо не изменяют ничего. И, собственно, этот снегопад, он и сам вносит изменения в игру. И, по-моему, вот так вот играть довольно-таки приятно. Когда графон особо не изменён, но всё равно кажется немножко лучше. Ну и, наверное, всё. Ах да, ещё эффекты. Эффекты. Эффекты я взял Overdose, или как-то так они называются. Не знаю, почему какому-то чуваку не понравились. То есть, я читал комменты. Я читаю комменты все, даже практически на все отвечаю. Поэтому можете писать, как вам сборочка. Возможно, если, кстати, у вас есть какие-то вопросы по ссылкам. То есть, к примеру, не работают ссылки. Так как в прошлый раз там пару ссылочек не работало. Но мне об этом люди написали. И я в ближайшее время всё исправил. Поэтому, думаю, с этим не возникло никакого вопроса. Но если я и в этот раз что-то протачу, потому что я такой же человек и могу что-то сделать не так, то напишите об этом в комментариях, что, допустим, ссылка на худ не работает. И я её исправлю. Потому что, ну, могут быть такие небольшие запары. Так вот, что касается эффектов. Эффекты, как мне кажется, сделаны довольно-таки неплохо. То есть, они прям вот эффекты. Так, почему-то сейчас нет эффекта, что я врезаюсь во что-то. То есть, вот, я начал дымиться. Эти эффекты, они выглядят более живые. То есть, сейчас он действительно бомбит у капота. Так вот, тут вообще практически не видно ничего. И это действительно отчасти, да, плохо. Потому что дальность обзора плоха. Но это как БРП. Действительно, у тебя, блин, капот кипит. Так вот, и действительно эффекты мне эти понравились. Давайте, к примеру, взорвём ещё этот автомобиль. Ну, также вот нитро выглядит вот так. То есть, огни. Вы, в принципе, сами можете заметить в данный момент. Давайте. Так, вот знаете, когда хочешь объехать это дерево какое-нибудь, то ты в него, конечно же, врежешься. Вот, то есть, давайте посмотрим на взрыв. Конечно, нужно выбежать. Скины я тоже менять не стал. Оставил такие. То есть, вот, по-моему, довольно-таки прикольно. Да, возможно, слишком как-то мунтяжно, что ли. Но мне это действительно нравится. Правда, у них есть небольшой такой минус, когда мы парим. То есть, такое ощущение. Мы испускаем какой-то, именно, знаете, пар огненного дракона. Они просто... То есть, вот, посмотрите, что это такое. Поэтому, вот, из-за этого, да. Кому не нравится, можете тогда не устанавливать пары за рта. Потому что, да, тут они работают немножечко не очень. Но эффект они мне действительно очень нравятся. Давайте включим какую-нибудь прям метель. И на этом, ребятки, я, наверное, буду заканчивать. Поставьте лайк ролику, если вам понравился обзор, понравились различные моды, которые я вам показал. И да, хотел бы отметить, что тут не было каких-то новых модов, которые вы еще нигде не видели. Они какие-то уникальные и прочее. Просто я решил объединить моды, с которыми я играл. Играю, либо просто которые я нашел, которые мне понравились в один такой вот модпак. Но я, опять же, повторюсь, наверное, в третий раз. Не стал брать прям много различных модов, чтобы ни у кого не было каких-то крашей. Я взял всю необходимость от скины. Также оружие, звуки я менять не стал. При необходимости вы тоже сможете добавить свои моды к данной сборке. И посмотреть, если они будут работать, то все хорошо. И да, ребятки, хотел бы сказать вам еще, что делать моды это довольно-таки сложно. Поэтому больше сборочек не будет. Возможно, будут какие-то обзоры на отдельные моды. Но делать именно сборку, в которой ты заставляешь все самое, делай и вставляешь туда по модам 15-20. А если прям вот качественно, не качественно, а просто крутые, скажем так, в сборке, то и по модам 30, то это действительно очень-очень запарено. Так как эту сборку я собирал со второго раза, потому что в первый я просто туда не заходил каждый раз и просто понапихал много файлов. И когда я зашел, у меня просто крашнулось. И я не мог понять, а почему у меня крашнулось? То есть что не так? Какой именно мод не работает? И я не знал, что удалить. Поэтому второй раз я просто все моды устанавливал по одному. То есть даже библиотеку, Клео, потом сам фанц. И каждый раз после установки одного мода я заходил в игру и проверял, все не работает, не нужно ничего исправлять. И там, кстати, возникли там вопросы, когда я устанавливал хут, но потом опять же я все, как говорил, уладил. Надеюсь, ребятки, вам понравится такая сборочка, поэтому можете поставить лайк, также напишите какой-нибудь комментик. А на этом все. С вами был Бурбон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok